Всем привет! Многим известный трансивер XEGO G90 появился уже около пяти лет назад и конечно за это время он стал очень-очень популярным. У многих он есть в эфире. Я очень часто слышу, как люди работают с таких трансиверов. На мой взгляд, среди китайских КВ-трансиверов это наиболее удачная модель, так как, во-первых, все-таки 20 ватт это не 5 ватт, как в некоторых других моделях. Во-вторых, по конструктиву он именно очень удачный и по программному обеспечению, потому что если взять какой-нибудь 6100, то софт в нем крайне сырой и глючный. Здесь ничего не глючит, просто постоянно работает и все. Конструктив тоже очень удобный и очень надежный. И при этом еще и мощность выходная 20 ватт. Для КВ диапазона 20 ватт это какой-то такой минимум для манпака. Ну хотя бы 10-15 ватт, но 5 это очень мало. Я помню свое время с 817 с его 5 ваттами, которые чаще всего еще переключаются на 2,5 ватта при пониженном питании. Я намучился, когда вот этих трансиверов еще не существовало. А в 817 он же давно существует, больше 20 лет. И поэтому в свое время с ним намучился. 20 ватт здесь плюс тюнер, который настраивает что попало куда попало. Это тоже очень большое дело. Естественно весь КВ диапазон 160 метров и все здесь есть. Поэтому на мой взгляд это наиболее удачная модель из китайских КВ трансиверов. Конечно с каким-нибудь Discovery TX500 я его не сравниваю. Итак, прошло 5 лет и мне стало интересно, что же в этом трансивере поменялось. Я не имею ввиду прошивку, это каждый обладатель трансивера может сам узнать, обновить, посмотреть, сравнить. А именно, что поменялось в плане конструкции, в плане аппаратной части, в плане конструктива, корпуса и так далее. Что-то же поменялось за пять лет. И вот у меня сейчас здесь на столе два трансивера, один пятилетней давности и один современный прям такой какой сейчас продается. Давайте смотреть в чем их отличие. Про прошивку, про разницу в пользовательском интерфейсе или в каких-то возможностях программы говорить сегодня не будем. Итак, с левой стороны у меня старый трансивер пятилетней давности, с правой стороны современный, который прямо сейчас продается только что из упаковки. Продаются они в одинаковой коробке, в одинаковой комплектации, одинаковый провод питания, который многие потом заменяют вместе с разъемом. Многим не нравится этот разъем. Одинаковый микрофон, все одинаковое. Про одинаковые вещи немного сегодня буду говорить. В основном про разницу. Значит первое, что бросается в глаза. Цветом с внешней стороны они немножко отличаются. Старый трансивер более черный и более гладкая у него поверхность. Новый трансивер черный цвет краски какой-то немножко другой. Другой оттенок имеет чуть-чуть более серый и пальцем на ощупь эта краска более шершавая. На новой версии трансивер есть вот такая вот наклейка белая с надписью Segu G90 и серийным номером. На старом трансивере такой наклейки нет. В общем-то разница небольшая. Что касается расположения органов управления, внешнего вида кнопок, ручек, дисплея, все абсолютно одинаковое. Но если присмотреться, то видно еще вот такие отличия. Есть защитные вот такие вот ручки по краям трансивера. И у старого, нового они есть. И они все-таки отличаются. У старого трансивера они сделаны из более тонкого материала. Видимо они стальные и тонкостенные. И конец их загнут. Чтобы он здесь не был острым, то конец загнут. Получается, что они тоненькие и с загнутым концом. На новой версии трансивера они не имеют загибающегося вот такого края. А просто здесь край обрезан и он не острый, а достаточно края у него гладкие. Но эти пластины имеют толщину почти в два раза больше. То есть видимо они алюминиевые, более легкие, но для сохранения прочности они сделаны более толстые, чем вот у старого трансивера, где они стальные. Лучше это или хуже то, что вот эти ручки или защитные пластины по краям стали. Алюминиевые они стальные. Ну я затрудняюсь сказать. На мой взгляд разницы большой нет. Производителю так видимо стало удобнее делать или выгоднее. Алюминий конечно же дороже, чем сталь, но почему-то вот так стали делать. Скорее всего трансивер из-за этого станет немножко легче. Естественно в общем конструктив трансивера не изменился. Корпус остался такой же, элементы корпуса те же самые. Но если мы присмотримся, то увидим, что небольшая разница есть в крепежных винтах, которые держат верхнюю крышку. В старом трансивере эти винтики имеют полукруглую шляпку. В новой версии шляпка этих винтиков плоская. Ни там ни там не используются винтики с потайной головкой. Они все выступают над размерами корпуса и в старом трансивере и в новом. Просто в новом они прямоугольные. В старом полукруглой шляпкой. Там и там используются шестигранные винты под одинаковую одну и ту же шестигранную отвертку. Если снять эту самую верхнюю крышку, соответственно отсоединить переднюю панель, так как она мешает снимать эту самую верхнюю крышку, то мы видим, что одинаковые стоят громкоговорители, одинаково подключаются. Они все примерно одинаково. Одинаково подсоединяется передняя панель, но очень сильно бросается в глаза сразу разница в массе, в весе этой самой верхней крышки. Оказывается у старой версии трансивера верхняя крышка стальная. И если мы ее положим на весы, то увидим массу ее аж 340 грамм. Верхняя крышка от новой версии трансивера алюминиевая и весит соответственно гораздо гораздо меньше, аж целых 139 грамм, можно сказать 140. В общем на 200 грамм легче, одна только лишь верхняя крышка. Видимо потому что она алюминиевая, она поэтому и покрашена другой краской, и поэтому другой цвет имеет и другая на ощупь. Видимо той же самой краской, что и сталь покрывали. Сделать покрытие алюминия не получается. Ну или еще по каким причинам она по-другому покрашена. В общем самое главное, что верхняя крышка теперь у нового трансивера алюминиевая, весит она гораздо гораздо меньше. Раз уж я занялся взвешиванием этого трансивера, то давайте сравним вес передней панели. Вот столько она весит у старой версии трансивера, и чуть-чуть на копейки на несколько граммов легче у новой версии трансивера. Разница небольшая, но все равно почему-то новая версия немножко полегче передней панели. Я имею ввиду передней панели без этих самых боковинок, без этих самых дополнительных ручек или защитных накладок, которые конечно же в новой версии тоже весят значительно-значительно меньше, так как они алюминиевые. Сама передняя панель почему-то все же тоже немножко полегче. Ну и сравним сам весь блок трансивера без этой самой тяжелой крышки верхней в старой версии стальной, а в новой алюминиевой. Будет ли отличаться вес соответственно тоже старого и нового базового блока трансивера без крышки. 1000 грамм ровно вот так вот повезло весит без крышки без передней панели собственно сам трансивер старой версии. И примерно на 40 грамм легче в таком же виде соответственно новая версия трансивера. Все-таки какая-то разница есть может быть еще в задних защитных вот этих вот накладочках боковых может еще в чем-то. В общем чуть-чуть новая версия будет полегче. Я думаю суммарно если все это сложить разница в весе трансивера будет более заметна. Кому-то может быть это важно кто пешком носит трансивер в рюкзаке в сумке или еще как. Ну и смотрим какая разница уже во внутреннем устройстве, печатных платах, схемах, деталях, компонентах этих двух трансиверов. Вот так они выглядят два в разобранном виде. На первый взгляд сразу кажется что какое-то визуальное отличие очень большое. Давайте присмотримся что в первую очередь здесь отличается. Сначала мне показалось что в новой версии трансивера используются более мелкие смд компоненты то есть радиус деталей. Но потом я присмотрелся и понял что в основном они таких же габаритов. Но вот что сильно отличается из-за чего кажется что в старой версии детали более крупные. Это за счет того что вокруг каждого резистора конденсатора маленького смдшного на печатной плате в старом трансивере рисована рамка. Прямоугольник белой краской жирной. В новой версии трансивер такая рамка есть только около некоторых деталей. Поэтому и кажется что детали там меньше. В основном они все такого же размера. Но все-таки разница в печатных платах заметно большая. И кроме этого во первых в старой версии видно большое количество электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа желтеньких установлен на плате. В новой версии таких конденсаторов гораздо меньше. Можно подумать что вот наверное в новой версии трансивера стали экономить и стали ставить меньше конденсаторов там где можно не поставить. Не поставили, но! Это не так. Это только так кажется если мы эту плату отвинтим. Основную плату так скажем трансиверы отвинтим, вынем из корпуса и перевернем. Посмотрим на нее с обратной стороны то мы увидим что в новой версии трансивера как раз больших, уже не send их, а больших электриотических конденсаторов для обычного монтажа, они поверхностного. установлено на обратной стороне платы гораздо больше, чем в старой версии трансивера. Просто в новой версии большая часть электролитических конденсаторов перестала быть SMD, а стала большими круглыми в алюминиевом корпусе и установленными с обратной стороны платы. Я бы даже сказал, что это какое-то улучшение, и как минимум дешевле трансивер от этого точно не должен стать в производстве. Почему так сделали? Видимо посчитали, что так будет лучше. Мне, по крайней мере, такая замена даже нравится. Но все-таки общее количество радиодеталей в новой версии трансивера меньше. Я не буду очень подробно изучать схему трансивера, но явно, что она отличается и плата отличается. Не только деталей меньше, конечно же, и разводка платы отличается. Давайте очень поверхностно посмотрим, в чем отличие. Основные какие-то узлы посмотрим. Первое, что отличается, самое яркое, самое важное, это синтезатор частоты. В новой версии трансивера используется совсем другая микросхема синтезатора частоты. Она совсем другая, она не совместима с предыдущей. Поэтому под нее другая печатная плата, другая обвеска этого синтезатора, естественно другая часть программы в прошивке, которая управляет этим самым синтезатором. Вот такая вот разница. В новой версии перешли на другой синтезатор. В интернет много на каких сайтах встречается схема трансивера G90. Все ее друг у дружки таскают, стирают с нее надписи, с какого сайта она была скачена, пишут свои такие надписи, выкладывают на своем сайте. Но всегда эта схема встречается только старой версии трансивера с тем самым синтезатором, который у меня вот в трансивере пятилетней давности. Найти схему с синтезатором, который используется в новой версии трансивера, пока мне не удалось. Конечно на обе эти микросхемы синтезаторов в интернет в открытом доступе есть документация в виде pdf файлов. Можете скачать, поизучать, посмотреть чем они отличаются. Мое видео сейчас не про синтезаторы, а про трансиверы в целом. В подобных SDR трансиверах очень важным компонентом является ЦАП и АЦП. Комплект аналогов цифровых преобразователей и цифра аналоговых. Так как это у нас SDR с одним преобразованием частоты, с низкой ПЧ, то АЦП и ЦАП используются низкочастотные как в звуковой аппаратуре. Не высокочастотные какие-то аналогов цифровые преобразователи, а звуковые. И вот мы видим, что и в старой версии и в новой версии трансивера используется одна и та же микросхема ЦАП и АЦП, то есть как ее еще называют микросхема кодеков. Хорошо, эта часть очень важная часть трансивера, влияющая очень сильно на его параметры, не изменилась. То есть в основном можно надеяться, что параметры зависящие от этой микросхемы у этого трансивера не поменялись за пять лет. Очень сильно параметры приемника такого трансивера или любого другого зависит от смесителя, от преобразователя частоты, от входных цепей. Здесь эти входные цепи примерно одинаковые остались. Видим, что присутствуют и в старой версии, и в новой версии трансивера. Трансформаторы на ферритовых колечках две штучки, один в приемнике используется, другой в передатчике. Примерно обвеска вокруг этих трансформаторов тоже примерно одна и та же, хотя в общем-то печатная плата и схема видим, что отличается конечно же, но я думаю, что отличие эти небольшие, незначительные, больше связанные с тем, что используется другой синтезатор. На этой плате это основная плата трансивера, на ней собственный контроллер основной находится, и ЦАП, и все смесители, преобразователи, в общем приемник, передатчик, все находится на ней. Есть только еще передняя панель, и есть плата усилителя мощности передатчика, которая располагается уже в нижней части корпуса и привернута к этой самой нижней части корпуса как к радиатору. На этой плате есть также еще переключаемые фильтры нижних частот на выходе передатчика и антенный тюнер тоже со своими LC элементами, и в общем с релюшками. Так что та плата, будем называть ее плата усилителя мощности, ну и тюнеры, и ФНЧ, и основная плата, где собственно весь прием передатчик, где весь трансивер и расположен. И вот у основной платы соответственно отличается маркировка. На старой плате видим, что версия платы 2.0.7, на новой плате маркировка такая, что версия платы 2.1.3, то есть версия платы явно поменялась, и сами производители маркируют ее тоже по-разному. Интересно, кстати говоря, как прошивка будет подходить современная. Одна и та же будет, она рассчитана на обе версии платы, она автоматически будет определять какой там синтезатор используется, или же будут разные версии прошивок для старой версии трансивера со старым синтезатором, и для нового трансивера с другим синтезатором. Вот этот вопрос для меня пока открыт, я пока это не изучал, не разбирался, но я думаю, что уже кто-нибудь в этом разобрался. Ну и да, раз уж вспомнил я про прошивку, давайте смотреть какие микроконтроллеры применяются. В старой версии стоит от производителя ST, контроллер STM32 достаточно производительный, так на нем маркировка вся и написана. В новой версии трансивера установлен контроллер совершенно с другой маркировкой от производителя GigaDevice, и этот микроконтроллер имеет абсолютно такую же распайку, абсолютно такое же расположение выводов. Плата в этой части у трансиверов не отличается, обвеска микроконтроллера абсолютно такая же. Так что делаем вывод, что этот GigaDevice это такой же STM32. В общем-то в этом плане трансиверы не отличаются, просто производитель микросхемы другой. Забавно еще, что установлены на этой же плате низкочастотные разъемы для подключения всяких внешних устройств, которые через дырки в корпусе доступны. Разъемы 3,5 миллиметра, те самые разъемы, которым вообще не место ни на каком походном трансивере, но все-таки они здесь к сожалению установлены. Вот они стали черного цвета, раньше они были разноцветные. Три разъема разных цветов, теперь они все три черные. В общем-то на самом деле от этого ничего не поменялось, но стали эти разъемы не разноцветные. По мне так даже лучше разноцветные, как на детской игрушке на какой-то выглядит. Ну и рядом еще разъем мини-диновский со всякими входами и выходами. Он в общем-то не изменился. Также не изменился и способ раскрытия этого самого трансивера на передачу, чтобы он работал везде, в том числе на 27 МГц. Для этого выпаивается маленькая черная деталь, помеченная треугольником белым, нарисованным на плате. Естественно эта деталь находится около микроконтроллера, то есть практически висит на выводе микроконтроллера. Он ее опрашивает при загрузке и понимает раскрытая эта версия или не раскрытая. В этом плане ничего не изменилось. Осталась та же самая деталь в том же самом месте, на том же самом выводе микроконтроллера, помеченной таким же белым треугольником на плате. И то же самое сохранилась доработка трансивера для того, чтобы подключать внешний динамик. В этих трансиверах есть разъем, конечно же тоже 3,5 миллиметра, для подключения наушников. И трансивер устроен так, что можно подключить туда наушники и переключать, нажимая кнопку в регуляторе громкости, где мы будем слышать звук. На встроенном динамике или на наушниках. Так вот выход наушников подключен через резистор 100 Ом. И соответственно если подключить к этому выходу вместо наушников громкоговоритель, то будет слышно очень-очень тихо, практически неприемлемо тихо. И поэтому многие владельцы трансиверов дорабатывают его. Я естественно свои тоже доработал. Давным-давно доработал тот, который у меня уже пять лет, и доработал который современный. Просто установив перемычку поверх этого самого резистора 100 Ом. Резистор расположен в одном и том же самом месте и в старой версии трансивера, и в новой, рядом с беленьким пластмассовым корпусом электромагнитного реле. Вот такие вот отличия основной платы этого трансивера. Самые яркие, самые значимые, на мой взгляд, отличия. Наверняка если кто-то захочет нарисовать схему этой новой версии трансивер, будет подробно скрупулезно каждую детальку изучать, то найдет отличие еще там сотню. Но на мой взгляд они все уже не такие значимые, не такие важные. Самое главное, что контроллер остался тот же, кодек ЦАП АЦП остался тот же самый, схемотехника та же самая, а вот синтезатор другой. В общем-то такие отличия. Дальше если мы посмотрим печатную плату усилителя мощности с фильтрами нижних частот на выходе передатчика и автоматического тюнера, то обнаружим, что эти платы абсолютно одинаковые. На них есть маркировка от производителя с номером версии платы. Видим, что номер версии этой платы остался прежний. Он не отличается и в старом трансивере, и в новом. Соответственно ожидать, что на этих платах будут какие-то отличия в схеме или в типах компонентов сильно отличающихся, не приходится. Но все-таки видим, что реле используются другие, немножко другой модели, тех же самых габаритов практически тех же самых параметров, просто другого производителя. Так же как и с микроконтроллером, можно сказать, другого производителя такие же самые реле. В общем-то разницы в этой плате нет, все то же самое осталось. Трансивер G90 все-таки малогабаритный, маломощный, можно его использовать с батарейным питанием где-то во время походов. Конечно, он не манпак, не ранцевый, не пылевлагозащищенный, обычный настольный радиолюбительский. Но настольно малогабаритный, настольный кирпичный. Поэтому все-таки давайте его будем оценивать как походный какой-то трансивер. И у походного трансивера, кроме радиочастотных параметров, есть еще походные параметры. Конечно же это в первую очередь пылевлагозащита. У этого трансивера она отсутствует. Разъемы 3,5 миллиметра, кнопки, дырки и в общем все такое. Поэтому про это говорить не будем. У походного трансивера есть еще и масса, вес очень важный тоже параметр. Ну как бы он видим, что в новой версии видимо стал поменьше немножко веса, за счет того, что используется не стальная верхняя крышка. И у походного трансивера очень важный параметр это потребление в режиме прием. У радиолюбительского походного трансивера, если это какая-то военная техника, то не так важно, потому что военный прибежал куда надо, дали ему приказ выйти на на связь, развернул радиостанцию, вышел на связь, передал данные, получил данные, радиостанцию выключил. Радиолюбитель в отличие от этого сидит часами, слушает эфир, просто кайфует от прослушивания. Радиолюбитель ищет в эфире интересную станцию в режиме приема, в режиме мониторинга крутит ручку, кого-нибудь находит, вызывает. Поэтому радиолюбитель много времени радиостанцию держит включенной и включенной в режим прием. Поэтому очень важный параметр для трансивера походного радиолюбительского. Это, конечно же, ток, потребляемый в режиме прием. Так как схема трансивера все-таки изменилась, давайте смотреть, что у нас изменилось в плане потребления по приему этого трансивера. Включаю питание, диапазон 7 МГц, антенна не подключена, громкость минимальная, тюнер выключен, релюшки тюнера все выключены. Потребление 0,56 А, старая версия трансивера. В общем-то немаленькое потребление. Конечно, после того, как появился Discovery TX 500 со своими 100 копейками миллиамперами, с красивым удобным дисплеем с панорамой, который видно и днем и ночью, и с очень хорошим приемником, с удобным интерфейсом, после этого все походные радиолюбительские трансиверы для меня перестали существовать. В смысле, что он их сделал с огромным отрывом. Но все-таки интересно, когда есть и другие какие-то аппараты, интересно иногда их поиспользовать, плюс тут все-таки 20 ватт и тюнер. Хотя, конечно, он походный очень условно, то есть у него вообще нет пыли и влагозащиты, совсем нет. Но все-таки интересно его использовать как походный, но вот 0,56 А, 0,55 А это гигантский ток, что ни говори, а это потребление очень большое. Старая версия у нас вот столько потребляет. Выключаем, включаю новую версию, подключены они у меня естественно к одному и тому же источнику питания через один и тот же амперметр. Включаю новую версию. То же самое, диапазон 7 МГц, та же самая частота 7175, тоже отключен тюнер, все релюшки в тюнере выключены, тоже самое отключен предусилитель и аттенюатор, все то же самое, антенна тоже не подключена, громкость на нуле. Ток 0,39 А, потребляет меньше. Почему так? Другой синтезатор от другого производителя контроллер STM32. Ну и просто схема другая. Мы видим, что там количество компонентов отличается в меньшую сторону. Может быть, конечно, какие-то параметры от этого будут хуже, а может быть и нет. Но потребление явно стало меньше. Для меня походные параметры у маленького походного транссивера, они важнее, чем радиочастотные параметры. То есть, если бы здесь, например, исчезли разъемы 3,5 миллиметра, вместо них был какой-нибудь нормальный разъем герметичный и с резьбой закручивающейся, GX12, то для меня этот транссивер стал бы в 10 раз более походным, стал бы лучше, как походный транссивер. Но разъемы остались те же самые, но вот уменьшился ток потребления. За счет этого для меня этот транссивер, новая версия, тоже стала гораздо более походной, чем старая версия все-таки 0,39 А и 0,55. Разница есть. Если вы с собой на себе тащите какой-то аккумулятор, неважно какой он, то вес его, это его емкость, и его емкость это прямо пропорционально количество часов, которые вы проведете в эфире, в походе вашем. Поэтому 0,39 А в режиме приема, это конечно прекрасно. На всякий случай давайте еще проверим яркость подсветки, она установлена максимальная вот сейчас у этого транссивера. Вот я уменьшаю, уменьшаю и снова максимальная. И включим опять старую версию, чтобы не было сомнений, что это от яркости подсветки так происходит. Вот старая версия, то же самое, яркость подсветка, уменьшая до нуля и вот максимальная. То есть при максимальных, при одинаковых условиях, при одинаковых яркостях подсветки на одном и том же диапазоне все одно и то же. Вот такая разница в потребляемых токах, поэтому для меня это очень важно. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать вам сегодня. Наверное, между этими версиями транссиверов есть еще какая-то разница, если их очень-очень подробно изучать, наверное, можно найти еще что-то. Я помню, как в 90-е годы в моей жизни появлялись какие-то радиостанции, и я имею ввиду импортные. Я, конечно же, изучал их досконально, каждую мелочь там, знал все, что можно было в них улучшить, доработать. Я все это делал, всякие там были алинки какие-то, езу тоже. И знал я каждый резистор там наизусть. Поэтому тогда мне это хотелось сделать. Сейчас, когда радиостанции стали просто несравнимо более доступны, чем в 90-е годы, вообще всем, в принципе, любым людям. Я не имею ввиду себя. Заниматься так подробно мне уже не хочется схемой этих радиостанций, изучать каждую в них мелочь. Почему? Да потому, что просто время. Время жалко. Я не успею все это сделать. Я лучше попробую одну-другую модель. Я лучше схожу куда-то в поля прогуляюсь, или съезжу куда-то, или просто послушаю эфир где-то за городом. В любом случае, просто мне хочется большее количество интересных дел успеть в жизни сделать. Поэтому скрупулезно, очень подробно изучать схему этих трансиверов, отличие каждого резистора в них я не хочу. Поэтому то, что я увидел, разницу какую в них, на мой взгляд, наиболее яркую, наиболее значимую. Я вам о ней рассказал. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подробный обзор трансивера G90, конечно, есть у меня на канале. И не только он один, есть работа его в полях, есть сравнение с чем-то еще. Конечно, о подобных похожих его, так скажем, собратьях G1M, что ли, как он называется. Маленький вариант тоже к Сиегу, который 5-ваттный, совсем маленький. Тоже у меня показан на канале. Трансивер X6100 с большим-большим дисплеем с прошивкой на базе линукса. Я имею в виду в той части, где у нас управление происходит, где пользовательский интерфейс. Тоже у меня подробно, подробно показан, рассказан на канале. Все это можете посмотреть. То есть подобные разные трансиверы я изучал, вам о них рассказывал. Но вот из подобных китайских именно, мне больше всего G90 нравится. Я его вот так вот подробно сейчас сравнил, как он поменялся за пять лет. Используйте радиосвязь, радио вообще. Занимайтесь радиолюбительством, проводите эксперименты с различными антенными, трансиверами. Вы просто слушайте эфир, получаете от этого удовольствие. Конечно же, смотрите мои видео, которые есть на разных площадках. На youtube, на яндекс дзен, есть на рутуб, есть группа вконтакте, есть телеграм-канал, есть страница с дополнительными материалами на сайте бусте и в отдельном телеграм-канале. Огромное спасибо всем тем, кто подписывается на эти самые страницы и поддерживает существование моего канала. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова